Здравствуйте, дорогие телезрители! Снова игра «Думай, знай, познавай!» Супер Блиц с вами! Я и ведущий Кирилл Махров. Как всегда, пять вопросов мы уже подготовили. И уже ждем нового участника, который на эти пять вопросов будет отвечать. Естественно, надеемся, что на все вопросы он ответит абсолютно правильно. Пойдем зададим? Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Так, меня зовут Вадим, мне 14 годика. Меня зовут Мирослав, мне 12 лет. Меня Кирилл зовут, мне 46 лет. Очень приятно, да. Ну что, пять коротких вопросов и, надеюсь, вы дадите пять правильных ответов. Какие насекомые при строительстве своего гнезда перерабатывают древесину в бумагу, на которой даже можно писать карандашом? Варианты ответов. Муравьи, осы, мухи или пчелы? Так, сейчас подумаем. Сейчас сколько баллов ставим? Не знаю. Так, ну это точно не мухи, пчелы. Какие варианты? Ну, я думаю, муравьи либо оса. Я, Мирослав, у них 63 гнезда такие, они больше похожи на бумагу. Да, давайте пять баллов оса. Пять баллов осы. И это правильно, действительно, это осы. Пять баллов в вашем активе. В переводе с латыни это слово означает удостоверение, грамота. В русском мы под этим словом понимаем удостоверение, выдаваемое об окончании вуза. Дай. Что это? Диплом. Диплом. А насколько уверены? Давайте пять баллов тоже. Пять? Да, пять баллов. Уверена? Конечно. Да. Действительно, это диплом. Кто из царей, персонажей сказок Пушкина, жил в 39-м царстве, в 30-м государстве? Так, сейчас, секунду. Там какие у нас сказки Пушкина? Ну, и только один из них жил в 39-м царстве, в 30-м государстве. Это Салтан вроде сказка, или это не Пушкин вообще? Сейчас каких-то помнишь Пушкина, что Салтан орылся потом. Да, о царе Салтане, я помню. Ну, он вроде бы... Давайте тогда царь Салтан. Пять баллов? Да. Царь Салтан? Да. Еще давай. Уверены? Конечно. Конечно. Ну, к сожалению, это царь Дадон в сказке «Золотой петушок». Как называется часть слова, которое стоит перед корнем? Приставка. К чему? Ну. К слову? Перед корнем. Перед корнем. Корень, потом идет суффикс, окончание, основу слова. Короче, правильно, не удалось не запустить вас. Ну, ладно. Нельзя приготовить омлет. Продолжите известную пословицу. Нельзя приготовить омлет. Так. Вот смысл, как вы думаете? Вот нельзя приготовить омлет. Ну, без яиц. Да, без яиц хотим. Либо без огня. Без огня. Вот, конечно, что лучше, скажем так, что более подходящее? Без яиц. Без яиц, ну, да. Без яиц. Да. Ну, скажем так, вы наполовину точны. Правильно пословица звучит так. Нельзя приготовить омлет, не разбив ни одного яйца. То есть смысл такой, что чем-то пожертвовать придется, если вы хотите приготовить омлет. Ну, к сожалению, 20 баллов набрать не получилось, но я вам благодарен за то, что вы поучаствовали. Смотрите нас на телеканале Видное ТВ. Спасибо вам огромное. До встречи. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!